Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Мир и Яль и Райан Хувер с книгой «На крючке. Как создавать продукты, формирующие привычки». Зачастую я упоминаю только одного автора основного в момент обзора, но сегодня тот случай, когда оба заслуживают внимания. Яль американский журналист, основной автор этой книги, он давно работает на стыке «Психология, технология, экономика», и поэтому в книге большое количество примеров, связанных именно с психологией, с поведенческими моделями и вот этим вот всем. А Райан Хувер тоже достаточно известный в узких кругах человек, это основатель проекта Product Hunt, известный практически каждому диджитал-маркетологу сервис, который помогает стартаперам получить важную обратную связь на своей разработке. И поэтому в книге так много примеров из мира IT. Дополняет эту чудную картину мира вот этот вот звук и оставшийся с прошлого выпуска записи обзора «Важные годы» «The Grinder Pinotage». Если вы впервые слушаете подкаст, то наверняка не знаете, что вместе с хорошей книгой я, как правило, открываю бутылочку хорошего вина. Ноябрь, время красного, ой, яркого, сочного и с очень выразительным ароматом кофе и красных фруктов. Больше всего тут чувствуются, конечно, какие-то засахаренные вишни со специями, и очень-очень насыщенный вкус. Юаровское вино, два сорта «Пино Нуар» и, собственно, «Сэмсо». Тоже французский сорт винограда, больше известный как «Эрмитаж». Отсюда и название «Пинотаж». В 1925 году, по-моему, мы вывели этот купаж. Ну, конечно, идеально это вино пить не с хорошей книгой, а с каким-нибудь блюдом индийской кухни или таким сочным стейком. Пусть пока подышит, а мы вплотную займемся книгой. Здесь на протяжении всей книги описывается поэтапная разработка продукта, который клиент назовет полезным, без которого он не сможет обойтись. И вот Хувер и Аль проанализировали особенности психологии человека, которые формируют так называемые поведенческие модели. И собрали их в книгу и как бы предоставляют нам возможность взглянуть на маркетинг и на поведенческие модели вот с этой новой стороны. Не маркетологам это будет интересно с точки зрения понимания некоторых процессов, вовлечения потенциального клиента в покупку. А маркетологам эта книга будет интересна с той точки зрения, чтобы за один вечер освежить в памяти некоторые принципы и методы, которые могут быть им полезны. Мне еще периодически говорят о том, что за время одного обзора у людей появляется несколько седых волос, в том смысле, что очень уж я растекаюсь мыслью по древу, и обзоры сильно длинные. Поэтому я постараюсь сегодня достаточно быстро пройти все 10 фактов, три задачи, чтобы просто у вас сформировалось мнение, стоит ли вам прочитать эту книгу или нет. Модель крючка. Значит, Эйаль и Хувер говорят, что подсадить пользователя на конкретный товар или услугу может кто угодно, когда угодно, ну и, собственно, остался вопрос в том, как это сделать. У вас всегда сначала происходит ознакомительный этап, и только после этого, если все хорошо, человек становится зависимым. Авторы подчеркивают, что в условиях высокой конкуренции на рынке вам недостаточно создать отличный продукт. Необходимо, чтобы он вызвал у клиентов привыкание, необходимо, чтобы клиент был вовлечен в процесс создания. И вот куча моментов, про которые мы сейчас поговорим. Но высший уровень мастерства производителя – это когда при определенной эмоции или воспоминаниях, или какой-то ситуации у человека возникает ассоциация с покупкой или с желанием совершить эту покупку. Самый такой яркий пример, который мне сразу приходит в голову, это наверняка, что если вы сейчас услышите рождественские какие-то нотки или увидите большой грузовик красного цвета, который будет там увешан гирляндами, то у вас сразу возникнет ассоциация с Кока-Колой, и вам захочется сделать пару глотков этого шипучего напитка. Вот это и есть модель крючка, когда вас ставят в ситуацию, в которой вы вспоминаете о продукте, а следом неминуемо хотите его купить. То, о чем я говорил, Хувер не мог написать эту главу про гаджеты в этой книге. Современный человек очень сильно зависим от смартфона, и поэтому лучший способ держать потребителя на крючке – это… ну, вернее, лучший способ держать потребителя на крючке, вне зависимости от того, зависим мы от гаджетов или нет, это постоянно напоминать о продукте. И сегодня маркетологу важно понимать, что идеально для этой задачи подходит смартфон, потому что это устройство связи с миром, которое практически уже 24 на 7 находится с вами. Первое, что вы делаете, когда открываете глаза, вы проверяете, чего нападало за ночь. Последнее, что вы делаете перед тем, как уснуть, это вы откладываете телефон, на котором вы просматривали ленту, отвечали на какие-то важные сообщения или просто смотрели на ютубчике смешные ролики с собаками. И именно поэтому вот эта точка соприкосновения с человеком, она и должна быть в гаджете. Мне недавно попалось на глаза интервью с Ильей Лагутенко, это лидер группы «Мумитролль», наверняка вы его знаете. Так вот он говорил, что настолько их группу и организаторов концертов впечатляет тот факт, что все смотрят на сцену сквозь смартфоны, что в последних своих концертных программах и выступлениях они решили добавить дополненную реальность, чтобы вы, продолжая смотреть на группу через смартфоны, снимая их на видео, еще и получили дополнительный контент. Ну, зная Лагутенко, это там будут прилетать летающие всякие НЛО, и пришельцы по сцене будут гулять, и вот весь этот космос будет происходить. Но вдумайтесь, насколько круто меняется модель поведения разных уже устоявшихся бизнесов, даже целых отраслей, благодаря тому, что они переориентируются на цифру и переориентируются на гаджеты. Для того, чтобы вы могли с уверенностью сказать, что благодаря гаджету вы подцепили клиента, вернее, сейчас еще потенциального клиента на крючок, вам нужен какой-то триггер, или его еще называют спусковой механизм. В маркетинге это стимул, который побуждает вас к действию. Он чаще всего бывает внешним и внутренним. Ну, внешние триггеры это то, что влияет на вас извне, это письма на электронную почту, это какие-то уведомления, пуш-уведомления сайта, это таргетированная реклама, или, в общем, все то, что заставляет вас коммуницировать с брендом и обращать на него внимание. Внутренний стимул, он как раз вырабатывается на основе привычки. То есть, если человеку необходим какой-то товар, он сразу понимает, где он его купит, и делает это впоследствии бессознательно, просто на автомате. Вот и Яли Хувер говорят о том, что задача настоящего маркетолога – вырабатывать вот эту самую привычку для того, чтобы триггер срабатывал вне зависимости… Ну, то есть, понятно, что за внешние триггеры отвечаете вы и ваши маркетинговые бюджеты, как сильно вы окружили потребителя теплом и заботой, но это постоянно точка приложения усилий. А вот внутренний триггер – это то, о чем вы должны позаботиться, если хотите, чтобы ваш бизнес развивался в 5-10-20-летней перспективе. То есть, чтобы у человека, вне зависимости от того, работаете вы над его привлечением или нет, но у него была стойкая ассоциация, что в нужный момент он должен совершить эту покупку. Это очень важная история, потому что мы в основном… Ну, мы – это я имею в виду маркетологи, те, кто озаботится продвижением какого-то бизнеса, они, как правило, ориентированы на триггеры внешние. То есть, вот нужно сделать рекламу, и тогда попрут продажи. Мало кто работает на перспективу с триггером внутренним. Про эффект дефицита сказано-пересказано, ни в одной книге я его встречаю. В общем, ценность товара в понимании клиента, она формируется не только от стоимости и качественных характеристик, но и от его каких-то ожиданий в голове. Чем меньше единиц в продаже, тем более привлекательной, кажется, покупка, и вы наверняка с этим механизмом сталкиваетесь в интернет-магазинах, в которых указывается, что товар заканчивается. Ну, вспомните букинг, как вам в момент брони постоянно выскакивают сообщения о том, что еще шесть человек смотрит этот номер, еще две брони на похожие даты, забронировано 96% в выбранном городе и так дальше. Дальше, то есть, все делается для того, чтобы у вас создалось ощущение дефицита, мы не будем на этом долго останавливаться. В общем, много кто так делает, и достаточно успешно. Фрейминг. Вот это очень крутая штука. Если вам за 30 или за 40, и вы в бизнесе, то наверняка вы не задумывались о том, что сейчас выросло поколение визуального потребления информации. Поколение Инстаграма, поколение Ютуба, все меньше людей, ну, и, собственно, вы сейчас слушаете этот подкаст на Ютубе, или смотрите даже на этот слайд с кисточкой, все меньше людей читают буквы, все больше людей потребляют информацию через визуальные образы. Насуждение потребителя о продукте, как правило, влияет, встречают по одежке, провожают как получится. Поэтому влияет упаковка. Чем она роскошнее, тем дороже товар, ну, дороже в смысле качественней и лучше товар в представлении клиента. Поэтому красивая упаковка, она, во-первых, не только позволяет производителю поднять цену, но и она позволяет вот этим якорем зацепить человека в момент знакомства с продуктом. Потому что фрейминг, ну, вообще эффект фрейминга, это как бы такое, в психологии считается когнитивное искажение, при котором форма подачи информации, она влияет уже на восприятие человеком. То есть не обязательно все, что красивое, качественное, но если подано красиво, значит когнитивно искажается вот это представление о том, что обязательно будет качественной. Поэтому фрейминг, он предполагает вообще внешнее оформление, там, витрин, сайтов, профиля в Инстаграме и всего остального. Чем шикарнее выглядит фон, с которого вы стартуете, вот точка отсчета ваших коммуникаций с клиентом, тем привлекательнее кажется ему в этот момент продукция. Это и есть якорь, начальная стадия якоря, и она дальше проявляется на многих этапах, когда человек планирует покупку, он возвешивает и сравнивает в том числе большое количество факторов. Это сложно, это занимает очень много времени, а вокруг куча информации, вокруг бешеный ритм, белый шум, и поэтому нужно помочь человеку в такие моменты принять правильное решение. И маркетологи используют эффект якоря. Его суть заключается в том, что вы привлекаете на одно конкретное преимущество в конкретный момент времени внимание потребителя и заставляете его забыть об остальных там нюансах, о большом, в общем-то, наборе действий. Ну, по такому принципу действуют уведомления о скидках, побуждающие человека к оформлению заказа. Это и есть вот тот якорь, который, в общем-то, действует как спусковой крючок. Ну, и после того, как вы заякорили внимание, после того, как произошло какое-то действие, у потребителя всегда должен сработать эффект вознаграждения. То есть он после того, как повзаимодействовал с вашим товаром или услугой, как можно быстрее он должен получить вознаграждение. В вознаграждениях ровно так же бывает, ровно так же как и спусковые механизмы или как эффекты триггера. В маркетинге эффекты вознаграждения бывают внешние и внутренние. Внешнее – это ему нужно одобрение там со стороны знакомых, родственников, коллектива, коллег или каких-то людей, которые ему важны. А внутреннее оно предполагает ваше собственное ощущение, повышение статуса, ощущение собственного достоинства, удовлетворения от покупки, подтверждение компетентности. То есть вот всякие психологические моменты, которые как бы вам говорят, что хвалят вашего внутреннего «я», и говорят, что вы все сделали правильно, это хороший продукт, с ним вы решаете какие-то проблемы, закрываете какие-то боли. Поэтому грамотно разработанный продукт, он должен объединять в себе несколько вознаграждений, и закрытие нескольких вознаграждений – это есть счастье. В конечном итоге мы все покупаем либо надежду, либо счастье, либо выгоды будущих периодов. Поэтому клиент должен стать счастливым после приобретения товара. Точка. Не зря это вынесено в отдельный слайд с молодым человеком, который тоже привлекает сейчас внимание строительством какого-то космического, вернее проектированием какого-то космического корабля. Это один из самых важных этапов в воронке. Маркетологи знают аббревиатуру «АИДА», которая расшифровывается как «Attention, Interest, Desire, Action». «Attention» – это внимание, с него все начинается, и только потом интерес, только потом желание, и только потом действие. Это то, что лежит в основе любой воронки продаж, и попытки поменять этапы местами, они, как правило, чреваты неприятными последствиями. Поэтому вот на этапе «Attention», когда вокруг очень много взаимодействий пользователя и потенциального потребителя с рекламными месседжами, кто-то подсчитал не так давно, что средний европеец или там американец в день контактирует с порядка шестью тысячами рекламных сообщений по дороге на работу, в метро, на бордах, в тех же гаджетах, на телевидении и так далее. То есть, представляете, какое количество людей одновременно с вами борется за внимание вот этого самого потребителя. Поэтому нестандартные решения привлекают внимание, и непредсказуемые действия, они очень хорошо запоминаются, и в нужный момент срабатывают как спусковой механизм. Для того, чтобы подсадить клиента на продукт, нужно вызвать эмоции. Чаще всего это положительные, но можете попробовать работать и там с какими-то, в общем-то, может быть, и отрицательными эмоциями для того, чтобы привлечь и заякорить внимание. Ну и, конечно же, чем больше человек расходует усилий на продукт, тем больше он привязывается к нему. То есть, он уже ассоциирует этот продукт с собой и считает это достаточно продуманной инвестицией. Вот вызывать как можно большее количество таких продуманных инвестиций есть задача хорошего продукта или услуги. И Аль Хувер говорит, чтобы привить клиенту привычку, необходимо, чтобы он вложил в товар частичку себя. Это работает и с популярными предложениями, когда люди компонуют списки любимой музыки, фильмов, вызбранная, и работает отлично в интернет-магазинах, когда вы там формируете виш-листы, списки ожиданий, откладываете что-то в корзину и так дальше. Ну и десятый пункт, заключительный пункт по фактам. Главная задача успешного продукта – это убеждение в том, что он улучшает жизнь, закрывает какую-то боль, как это модно сейчас говорить, решает проблему, в общем, делает вас счастливее. Вы можете покупать это в отложенном периоде, то есть он решает ваши какие-то проблемы и дает вам надежду, а можете получать это ощущение счастья прямо здесь и сейчас, зайдя в Старбакс и взяв стаканчик с вкусным макачино. Вот эти, кстати, дополнительные эмоциональные преимущества, которые не обсчитываются никак, ну то есть есть себестоимость продукта, а есть эмоции, которые вызывают товар, и они позволяют устанавливать более высокие цены по сравнению с продуктами или услугами с безэмоциональной привязкой. Ну потому что невозможно посчитать, сколько стоит счастье от обладания новым айфоном с тремя камерами, и поэтому цена может складываться не только из стоимости самого гаджета, но и из вот этой вот эфемерной счастливости. Если вы хотите создавать хороший продукт или услугу, формируйте привычку, проводя потребителей через четыре этапа модели крючка. Это триггер, это действие, это переменное вознаграждение и это инвестиция потенциального клиента своего времени и усилий в ваш товар и как бы сродненность с ним. Вот это и есть основная мысль из книги на крючке, как создавать продукты, формирующие привычки. И если вы впервые слушаете обзор, то кроме того, что я периодически попиваю пенотаж, вы еще наверняка не знаете о том, что три задачи из каждой книги я обязательно выписываю в букнот. Букнот – это такой блокнот для осознанного чтения, который мы придумали в «Читай быстро». В нем нет ничего сверхъестественного, там просто удобно разлинованные страницы, размеченные так, чтобы вы могли записывать автора книги, ну, собственно, само название, помечать, к какому из жанров она относится, выписывать основные факты из книги, а потом на основе этих фактов формировать задачи. В этом суть букнота, чтобы после каждой книги у вас были три практические задачи, не мысли, не цитаты, не какие-то отвлеченные ваши размышления, а именно конкретные задачи, которые вы пойдете и закроете после прочтения этой книги. И в этом практическая, в общем-то, ценность блокнота для осознанного чтения букнота. Кроме того, что он еще достаточно неплохо выглядит, можно прятать его в такой фетровый футлярчик, и, кстати, на каждой странице, если вы присмотритесь к третьей слева фотографии, увидите, что там есть совет по скорочтению. На всех ста страницах этого блокнота они разные. В общем, я записываю задачи после прочтения каждой книги в букнот. Вы, если у вас его еще нет, можете записывать где угодно, в обычную тетрадь, но лучше бы, конечно, завести какой-то блокнот. Моя первая задача – написать список эмоций, которые наш товар, по моему мнению, вызывают у покупателя, а потом свериться с фокус-группой и проверить, совпадает ли мое видение с тем, как ощущают себя покупатели после взаимодействия с товаром. Иногда очень сильные инсайты после этого появляются, и оказывается, что люди видят товар или услугу совсем не так, как вы себе предполагали. Второй пункт. Еще раз пересмотреть все визуальные образы, с которыми сталкивается клиент. От логотипа, фирменного стиля и подачи инфы в Инстаграме до апдейта упаковки и внешнего вида продуктов. Не инстаграмные продукты продвигать гораздо сложнее. Три восклицательных знака. Ну и, собственно, никто не хочет ими делиться в социальных сетях, а это тоже очень важный элемент маркетинга. И третий пункт. Никогда не пытаться перепрыгивать между этапами воронки и начинать не с интересов вот этой воронки, интерес, внимание, желание, действие. Интерес, внимание, желание, действие. Если не менять местами эти этапы воронки, если только я не хочу снова бездумно потратить 600 долларов, записанного у меня, и смайлик. Это грустная история. Я про нее сейчас говорить не готов. Таким был обзор. Надеюсь, получилось чуточку быстрее, чем обычно. Это проект читайбыстро, буква.инфо. Вы можете у нас проверить свою скорость и осознанность чтения. Буква.инфо.слежерапид. Вам выпадет один из 50 текстов. Вы его прочитаете, ответите на 10 вопросов. И сможете получить сертификат, подтверждающий вашу скорость. А главное, осмысленность чтения. Подписывайтесь на канал, на колокольчик подписывайтесь, на палец вверх, на комментарии. Обязательно напишите, что вы думаете по поводу этого выпуска. Понравился он вам или нет. Какую книгу вы бы хотели услышать на обзоре в следующих выпусках. И приходите к нам на блог. Там у нас очень много всякой разной инфы по адресу буква.инфо.слэшблог про блокнот для осознанного чтения, про наши рабочие тетради. Есть еще, кстати, уже, наверное, где-то под 50 обзоров. Надо посчитать, сколько сейчас у нас обозрено книг. В общем, это все на блоге выкладывается или здесь на канале можете посмотреть. Буква.инфо.инстаграм. Там мы периодически разыгрываем всякие букноты или книги. Тоже давайте дружить и обмениваться лайками и комментариями, пока их все не отменили. Вернемся через неделю с какой-нибудь очень хорошей книжкой и обязательно с бокалом неплохого вина. Это был проект «Читай быстро». Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.